колодец закопали станцию опустили трубу из дома который идет нашли сейчас ее нужно будет обрезать и в станцию подключить завести как без этого уровень лежит а че нам с этой горой с горой может сказать пускай разровняют или чё да 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 ну тоже можно сейчас разровнять ребят ваня крик ним кучу разравниваем ребят а давайте вот эту землю вот так вот здесь раскидаем не переодевайтесь но это вот здесь вот смотрю вот это вот здесь ну вот это как-нибудь тоже поаккуратнее что я не знаю вот это вот как тушь ну чуток так подравнять красиво сделать а это ну может он туда как-нибудь чуть-чуть и вот расскажите ваша ситуация что у вас вообще было мы сделали колодец 4 колец да у нас был бетонный метровых сначала все устраивало так как мы и зимой приезжаем и мы вообще практически это нереально что то там откачать если заметет все это ну вот очень захотела сделать автономную канализацию чтобы не было никаких вопросов проблем все работало как часы в чем сама проблема была то что вода же не уходила да ну да приходилось таскать насос это все фланги разворачивать качать это без конца потом промывать все это и шланг и насосы все это целая история то есть хватал где-то на две недели когда здесь были родители вот и сын там был на каникулах что скажете вот на вопрос мне часто звонит но спрашивают потом говорят в общем мы за место канализации сделаем себе лучше септик из колец он дешевле но конечно он дешевле но просто столько с ним проблемой без конца с ним надо заниматься поэтому лучше уже считаю накопить деньги сделать так сделать один раз чтобы нормально все работало не было никаких проблем ну тем более глина водопор здесь понятно то что вода на в кольцах не будет расходиться две недели вот хватало практически там уже не добивали до конца и практически каждые две недели выкачивали так и так и экономили уже чтобы особо не лить все равно лишний раз таскаться с этим нас здесь теперь экономить не нужно ждем как праздник что теперь можно ли сколько а все уже включили можно сливать еще пока не пробовала сейчас воды пока нету нормально так что очень рада и будем надеяться что все будет отлично и время освободиться и силу не надо тратить и голова не о чем не болит спасибо и вам спасибо так установили вот это автоматический дренажный насос по плавочкам который выкидывает воду когда излишек вот так идет вот черная труба на выброс несет прокопали ее она имеет контур уклон в обратную сторону то есть когда вода произойдет выброс автоматически вода который остается в трубе она стечет в емкость состав ну в станцию труба останется без воды она не замерзнет дальше такая траншея прокопана из получается у нас метров десять вода сюда выбрасывается ну и тут вот она будет расходиться вот 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 тут будет она расходиться мы имеем что верхний грунт это основной вода разбор то есть вода верхний грунт она расходится больше всего зимой это дело не замерзает работает это хорошо копать каналу глубже а у ветки нету смысла потому что дальше идет глина а глина это водоупор то есть в глине она вода уже будет стоять и не расходиться а здесь потихонечку земельку туда-сюда и все будет отлично стоять не будет вода это уже давно проверено сотни монтажей нами так сделано это решение применяется когда не ливневок нету ничего нет то есть но на участке так вдоль забора прокопаем свою межу в нее делаем выброс и повторяю все работает вот так отлично кстати по кабелю электричество вот приходит в домик розетки дальше вот сюда так прокопали на клипсы в гофре подняли до верха вот наш кабель идет идет идиот и он в коробку сейчас зайдет и там короче мы запитаемся быть электричество для септика для работы компрессора и насоса как раз твой не там подключает воздушную трубку утеплитель вокруг утепляет а вот глина это то что мы выкопали мои кольца закопали часть вот сюда пошла то есть ну глина водоупор понятно дело то что вокруг колец тоже глина и вода никуда не расходятся на наоборот грунтовка в кольце попадает заполняется что вода на самая настоящая глина глины вот спектрума у нас комплектуются вот такими компрессорами хиблов вот хорошими пока у нас на них хороший выход есть поставки с поставками проблем нету почему бы и нет хороший компрессор на хорошую станцию ваня начать а там они и ванят сейчас знаешь что давай попробуем мы я посмотрю на каком все таки он сел на этот да ну ты помнишь да что ты говорил два есть два этих самых выключателя этих куда мы его все-таки посадили на гараж да он там синий получается все синий в общем да и один который сюда шел но все дальше на граждан включать нет я просто понять где будет выключаться то септик на каком на гараже должен на гараже посмотрим да включаю да 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 пойдем экспериментируем дорого недорого хороший монтажник он и электрико монтажник и сантехник могу горит строить это вот компрессор воздушный воздух подает все вот компрессор работает воздух подает тянет за собой воду насыщать кислородом и разбрызгивает набил загрузку все кабель от насоса укладываются так здесь он присыпется но вилку не отрезаем насос на гарантию вот автоматический насос поплывком вода поступает камеру с насосом топлыводчик поднимается сейчас насос работает вот так верху кверху ждем 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 вот он включился до пошла откачка вот вода откачиваются и пошла сейчас она в канавке постоит и питается в грунт вот поплавок попал вниз она отключилась выброс перестал откачиваться теперь когда в камеру еще воды нальется насос еще будет откачивать самое основное букашки отживут на этой объем загрузки да вот эта камера 1 она септическая она должна покрыться жировой пленкой но отходами то есть но сверху будет корка она будет препятствовать доступа кислорода в эту камеру а дальше здесь уже биореакторов вот циркулирует вода насыщается кислородом и вот они начинают прикрепляться на этой сетке же и вода через них проходит циркулирует и очищает вот она за труба но это но это технически можно подвезть что-то прочистить либо же если станция много кислорода но можно трубу открыть как вносит лишний воздух уходил да это подачу воздуха если что может такой трубой нарастить хоть на метр хоть на два ну как правило если он будет работать он какое-то тепло вокруг тебя создает ну да да не знаю но сейчас уже порядка наверно литров сто он выбросил только раз знаю 7 наверно сработал но он вилку не отрезаем насос на гарантия мысли что он выходит строй приезжай но выставим от забираем сдаем как бы они ломаются не секретно и принимают обратно ну да ну да вот это основная недочет можно сказать но чтобы сохранялась гарантийный насос нужно сохранять вилку то есть он получится так то что он стоит но если он сломается станцию через может перелить а тот дорогой компрессор не выйдет из строя то есть компрессор не зальет бумажку обязательно да жиров побольше ну посуду моете там жиру тогда конечно сюда большему жира бумагу остатки еды тоже остались в туалет слили то макароны там эти я не знаю ну что угодно грибы пока нельзя но то что моете грибы ну и хлор когда одну ждок не убить каши конечно пейры стиральные порошки конечно а там траншеи дошла вода ну вот она сюда дошла да да ну он сейчас постоянно качает то что со скважины пустили воду с дома пустили то есть он сейчас по максимальному качает 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 ну и запасик есть за что уровень поднялся ушел поднялся ушел но все вот вода выбрасывается и моментом уходит и впитывается все хорошо будет работать вот уровень видно да поднимал сколько сантиметра на 4 в момент сброса и потом уходят опускаются монтаж закончили все отлично материал наснимал Ваня монтажник собирается и я на своей ласточке помчу домой тоже целый день на монтаже лишь бы наснимать какие-нибудь видео ну и вот